Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Трепещу следующие темы. Нам сегодня подкинули такой инфоповод, такой интересный. Ну, начнем с того, что на канале «Россия-24» есть передача, достойная передача «Церковь и мир», которую ведет митрополит Илларион. Его интервьюирует милая дама, журналистка в теме церковной, и там задают вопросы владыке митрополиту, он на них отвечает и открывает разные стороны современности с точки зрения Евангелия. И вот там какой-то человек озаботился вопросом, как относиться к большому количеству, простите меня, секс-шопов, которые как бы грибы повырастали во всех городах. Сейчас трудно найти какой-нибудь Урюпин с какого-нибудь местного значения, где бы не было одного или даже двух секс-шопов. Там, может, поликлиники не быть, а секс-шоп точно будет. И вот владыку спрашивают, а как вы к этому относитесь? И он как бы об этом высказался. И я считаю, что это интересная вещь в том смысле, что надо об этом высказываться. Ну, действительно, идешь по улице, смотри, тут же кафе было. Нет, игры для взрослых какие-то, игрушки для взрослых. Он говорит, ну, вроде здесь была библиотека, это вообще гибельная вещь, библиотека. Значит, смотришь, о, розовый кролик какой-то. Или там какой-то магазин укрепления семьи. Об этом мы скажем подробнее. Укрепляет ли семью постельная гимнастика с привлечением подручных средств? На самом деле нет. И он сказал, да, что это откровенная пропаганда разврата, что мы можем, безусловно, запретить словом сказать своим чадам, чтобы они не посещали эти места, но больше не можем делать ничего, поскольку церковь не имеет законодательной инициативы и не влияет на такие вещи, вот как-то на более серьезном уровне рычагов конкретных. Ну, высказался, да, высказался. Вот, собственно, подхватывая эту тему, да будет позволено высказаться и нам. Ну, надо же об этом сказать. Ну, дети ходят по улице, говорят, папа, что за магазин, розовый кролик. Классный такой, я так люблю кроликов, да, зайдем. Не, мы не можем туда зайти, тебя туда не пустят. Вот, нас мама заругает, короче. Если бы человек какой-то зашел бы в город, имея перед глазами другую картинку, там, дореволюционную или советскую, конечно, он был бы поражен именно этому факту, потому что аптеки были всегда, их количество просто умножилось, что говорит о том, что мы стали болезненнее. Обилие аптек говорит о нашей болезненности. Это да, это так. Обилие юридических контор говорит о том, что мы стали воровать и подозрительнее. Ну, и так далее. Значит, а вот эти вот магазины все, значит, они, конечно, бросились бы в глаза любому человеку, приехавшему на машине времени из других эпох в наши города. То есть такого раньше не было, это странно. Кому-то это было бы очень любопытно, кому-то было просто гнусно. Но это маркер, это маркер современного мира. О чем это говорит и что напоминает, как к этому относиться с точки зрения Библии? У пророков сказано, блудить будете, но не размножитесь. Кажется, у Оси это говорится, это у многих говорится, пророк. Это правда. Блудливые люди не рожают. Рожать – это труд. Это самоотдача, это социальная ответственность, это включение в сложнейшую систему отношений. Это пахота вечная. А блудливый народец, как бы это народец, который ставит во главу угла удовольствие любой ценой, как можно больше, разнообразнее, потому что нервы же притупляются, их нужно щекотать каждый раз, все более заширенным способом. Они – нет, эгоисты рожать не хотят. Скрепляет ли семью, вот эта штука, повторяйте, постельная гимнастика с привлечением подручных средств? Нет, не скрепляет. Она разрушает ее. Развратите человека и считайте, что дело сделано. Можно умыть руки и уйти. Потом через год вернешься, он уже будет в могиле. Или на месте его семьи бывшей будет пожарящий развалин. Развращенный человек – это опасный человек. Он не насытен в своем разврате. И он, наоборот, понимаете, все это раззадоривание, привлечение ума в эту половую сферу, это есть некое общее падение человека. На иконах часто бесы изображаются с двумя лицами. Одно лицо, как у человека, на плечах, на голове, с передней части головы, голова на плечах. А второе лицо в паху или в заду. Это потому, что умная энергия, умное внимание падшего духа, хотя он ангел бывший, оно обращено вот в телесный низ. Ему там интересно. Ему там неинтересно. Он наверх не смотрит. Он смотрит вниз, именно туда вот. Отсылается его вся умная энергия. И человек может быть таким. У него, когда люди матом ругаются, у них же лезет вот это все, значит, это фаллические символы, лезут в виде вербализованном виде изо рта, как фарш из мясорубки. Значит, они так думают. Они этим напичканы, у них в голове все это. Это признак глубочайшего падения. По сути, одержимости даже. И эти все вот эти вот розовые кролики, якобы укрепители семейного брака, значит, и все взрослые игрушки так называемые, да, это, конечно, и легализация разврата, и маркеры нашего содомского такого состояния. Внутри содомского состояния. Напомню вам, что Содом и Гомора были сожжены огнем в назидание родам будущим. Если бы у нас была страна прямой демократии, мне было бы интересно, чтобы жители какого-нибудь квартала или какого-нибудь района собрались бы на какую-то площадь и поднять им руки, проголосовали, убрать это отсюда или оставить. Это было бы очень интересно. Я думаю, что большинство граждан России, уже взрослых, сознательных, уже сделавших свой выбор в жизни, они бы критически отнеслись к засилию этих магазинов, которых еще вчера, собственно, не было. Кстати, к истории вопроса. Только в 1962 году в земле немецкой Шлезвих-Гольштейн в городе под названием Фленсбург возник подобного рода первый магазин в Германии. Организовала его женщина, воевавшая в Люфтваффе, бывшая летчица, которая потом ушла на покой и занялась вот этими делами. Но в копилку эрудита, да будет вам известно, совсем недавняя вещь, 1962 год, а расползлась как раковая опухоль. Спасибо митрополиту Илариону за то, что он не постыдился на эту тему осветить и просто сказать, как епископ, что легализация разврата, как по мне, закрыть бы их все. Но мы не имеем права законодательной инициативы. Что думаете об этом вы, возлюбленные о Господе? До свидания.